Здравствуйте, дорогие товарищи, с вами Чародей. Это видео является перезаливом. Оригинальный же ролик вы можете найти только в группе ВКонтакте. Сейчас, пользуясь моментом и вашими подкастными комментариями, я решил более тщательно всё проверить. И более того, начать с самых глубин. То есть сначала прочитать историю, и уже по пунктикам всё проверить. Так что, приятного просмотра. Собственно, в данном посте пойдёт речь о знаменитой игре Телкинг Энджела, одна из игр линейки Телкинг Эннималс, автора Аутфит. Если приглядеться, можно заметить кое-что в глазах этой кошечки. Вся штука в этой игре заключается в том, что в её глазах отображается какая-то комнатка, и там, кажется, виден человек. Может, в этой игре разговаривает и кошка, а может, это и хакер-педофил. Чё, серьёзно? Эта кошка может задавать вопросы личного характера, а также может прослеживать сами данные телефона. Допустим, если ей задать вопрос, «Do you kill kids?» — ты убиваешь детей. Она ответит, «I do» и задает сюрприз свою. Да, для тебя это сюрприз. А если закрыть пальцем фронтальную камеру аппарата, она может написать, «Убери палец с камеры!» Хакер, взломавший эту игру, может фотографировать вас и перекачивать фото к себе. Вот и доказательства. Серийный маньяк Мариуш Трынкевич, приговорённый к смертной казни за убийство и изнасилование четырёх мальчиков, вышел из польской тюрьмы по амнистии и опять взялся за старое. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на тюремную службу Польши. Пока неизвестно, где поселился 51-летний Трынкевич, известный также как Сатана. Полиция и прокуратура скрывают эту информацию, опасаясь за безопасность бывшего заключённого, который так и не раскаялся в своих преступлениях. За время, проведённого в тюрьме, он усучил компьютер и научился сломывать приложение. Ему удалось взломать мобильную игру Телки Тенджела, где он, от лица кошки Анжелы, узнавал данные о детях. Где ты живёшь? Сколько тебе лет? Как зовут твоих родителей, если у тебя злая собака? Такие вопросы стал задавать Анжелу после сломы игры. Также известно, что с помощью игры он мог делать снимки и видео с вашего устройства, даже если отключен интернет. При отключенном интернете видео и снимки сохранялись и отсылались при подключении к интернету. Усомневшись в правильности этой информации, мы с подругами решили установить это приложение и проверить информацию. Предварительно заклеить фронтальную камеру. Честно говоря, вы были немного в шоке. Кто стал бы добавлять такой контент в детскую игру? Действительно ли это маньяк, или же просто чья-то злая шутка, то, что сказать мы не можем. Но самое главное, берегите себя и не раскрывайте свою информацию. Ну хорошо, допустим, это всё правда, я в это поверил. Начнём с самого первого, с маньяка. В интернете копаться долго мне не пришлось. Вы только спокойно, ладно? Спокойно. Да, да, он действительно существует и жив по сей день. Марио Штранкевич, педофил и убийца четырех мальчиков. В прошлый вторник вышел из тюрьмы и сейчас, вероятно, находится где-то на территории Чехии или Словакии. Сообщила польская газета Faked. Ссылаясь на свой источник, специалисты по защите влажных свидетелей. Согласно информации газеты, Таранкевич получил новую личность, паспорт, квартиру и средства на проживание. Всю операцию за месяц до его выхода на свободу организовала польская тайная служба CBS. Слова источника подтверждают и то, что полицейский конвой, увозя Таранкевича из тюрьмы, выбрал трассу, ведущую вдоль границы со Словакией. У Польши со Словакии и с Чехией заключено соглашение о сотрудничестве в рамках программы по защите свидетелей. На новом месте за Таранкевичем никто не будет следить. Его единственная обязанность отзываться полицией по телефону. Ранее в СМИ появилась информация, Таранкевич будет жить в городе Руда Сленская. Но местные жители протестовали против такой возможности, а в социальных сетях произвучали призывы ночевать педофила. Польская полиция заверила граждан, что предпримет все необходимые меры, чтобы защитить общественность от возможных преступных действий Таранкевича. Опасения жителей являются вполне обоснованными. Согласно результатам психологической экспертизы, то есть заключению специалистов в психологии, сексологии и психиатрии, вероятность, что Таранкевич снова совершит преступление, высока. Летом 1987-го в районе города Драгунальский были похищены, изнасилованы и убиты четверо мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет. Люди, стараясь защитить своих детей, объединялись в родительские отряды. Чуть позже преступник был задержан. Им оказался учитель физкультуры Мариум Таранкевич. Изначально он был приговорен к смертной казе, но в 1989-м изменился уголовный кодекс, отменивший смертную казнь и не предусматривавший возможности пожизненного заключения, и высшая мера наказания стала заключение на 25 лет. Окей, когда все стало более-менее понятно, можно перейти к практике. Вся суть легенды заключается в том, что якобы Таранкевич ломал игру и следит через нее за игроком. Также он может с ним общаться, узнавая нужную ему информацию. Ну, то есть, как пишут люди, якобы в глазах у Анжелы можно увидеть тень и то, что якобы Анжела говорит игрокам всякие ужасные вещи. Ну, давайте проверим. Говорят, что в глазах кошки отображается комната и в ней сидит какая-то тень. Вот и я скачал игру на планшет, достал свою видеокамеру, зафигарил зум на максимум и стал глядываться. И что же я там увидел? Комнату! О, бог ты мой, так это правда! Ух ты ж, ёжик, мы все умрем! Ладно, а теперь, что я нарыл по этому поводу? Никакая это не комната, это отражение текстур в глазах кошки. Так что никакая там не комната с тенью, а отражение дома и дороги. Теперь, что касается ужасных вещей, я вырубил детский режим и начал с ней разговор. Я так и написал в чате. Do you kill kids? И вот, что она мне ответила. Убиваем это в переводчик. И да, все правильно. И это тоже оказалось бредом. Ну что ж, я думаю, миф разрушен до основания. И признаться вам честно, да, я никогда в это не верил. То, как я проверял, что находится в глазах Ванжелы, вы можете посмотреть в оригинальном ролике, который сейчас находится в группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Все озвученные мною тексты были озвучены в полном оригинале. Я их никак не изменял. Большое спасибо за просмотр. Оставляйте в комментариях свое мнение. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Чаровей. И до скорого.